Продолжение следует... Вы смотрите ознакомительный видеоматериал по объекту SCP-004. Вся ниже изложенная информация предназначена для сотрудников фонда не ниже второго уровня допуска. Последние 10 лет своей жизни я посвятил благородной, как мне казалось, миссии. Сотрудники класса D. Одна из причин, почему я рассказываю все это. Нам говорили, что все, что мы делаем, облаго человечества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приведутся, сигареты не будут? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я слушаю. Следователи уже там? Хорошо, выезжаю. Что здесь случилось? Жертва, девушка, около 25 лет. На первый взгляд, несколько поломных ребер и внутреннее кровотечение. Кровь везде. Никого здесь не было. Крови не было, да. На цели были обнаружены множественные порезы. Это все, только один, другим. Еще на животе, прошедшую, девушка? Нет, не надо. Нашли, что здесь еще? Сама, все в порядке? Да. Все, разговариваю. Называйте луку. А, кому-то активно. А? Это вас и работа беспокоит. У нас тут новое место вступило. Не могли бы завтра выйти на работу? Нужно провести все эти эксперименты. Это срочно? Нет. Ну, не за отпуск. Я сказал, нужно выйти на работу. Я не сказал, что можно провести эксперименты. Не нужно провести. Господи, значит, понимаете, это там почему как, что мы были в лаборатории? Это все, что с вами у нас нет? Научная служба. Занимается непосредственно исследованием СЦП объектов. Набираются из наиболее выдающихся умов из разных областей науки. Они цинично наблюдают, как очередной сотрудник класса ЛТ опускается в расходы в изучение объекта. Иногда проводят свои опыты удаленно из своих кабинетов, даже не поднимаясь зад со стула. Здравствуйте, коллеги. Так, значит, если мы работаем с упрощенным составом, полагания и проблем не возникало, наверное, будем начинать. Да. Ну, раз мы начинаем, вызовите, пожалуйста, по такому испытанию. Значит так. Итак, объект номер 178. День испытаний 2 января. Время 13.30. Субъект мужчина. 24 года. Психических отклонений не выявлен. Испытание в камере BR-14. Спецткань по периметру. Закрытого типа. Внутри 2 камеры наблюдения. Температура 20 градусов по Цельсию. Влажность 90%. Поцелу. Поцелу. Посмотр объекта. Субъекта. Внутри 2 камеры. Обычно взаимодействуют с нашим 178. Внутри 2 камеры. Пожалуйста, откройте коробку. Внутри 2 камеры. Оденьте очки и напишите, что видите. Он что-то видит. Даны, данные, данные. Сейчас глянем. Пожалуйста, опишите, что вы видите. Я не знаю, что-то здесь было, что-то после эти комнаты. Наденьте очки и напишите существ. Ладно. Оно стоит, не двигается. Вместо рук какие-то отростки. О, боже. Док, прослой прямо на меня. Проявляйте существа враждебность. Ну, вроде нет. О, оно отвернулось. Продолжайте наблюдать за существами. Существо, которое видели люди, накрывшие очки, не фиксировалось никакими датчиками. И, чтобы понять, не прилицинации ли это, нужно было хоть какое-нибудь взаимодействие с ними. Д-17-831, пожалуйста, возьмите из коробки выданный вам мяч. Продолжайте мяч, существо. Что? С ума сошли? Отказ от сотрудничества. Грасть немедленным уничтожением. Бросьте мяч, существо. Этот монстр не был галлюцинацией. Парни уничтожили вот тремя глубокими разрезами. Научный отдел решил, что не стоит останавливаться на достигнутом, и было решено проверить, как монстр реагирует на желание пообщаться, или его реакцию на несколько раздражителей. Затем в некоторых случаях вдавалось получить кадры с монстром, используя специальную оптику и очки. Существа описывали по-разному. Однако в большинстве случаев существа не проявляли никакого интереса к наблюдателям, пока их не потревожили. Другие, более крупные отделения фронта проводили эксперименты в более комбинированных условиях. Однако эксперименты остановили после... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok